Здравствуйте! Многостороннее сотрудничество в Баренц-регионе началось в 1993 году в норвежском городе Киркенессе. На конференции представители пяти стран подписали декларацию, учреждающую Совет Баренцева Евроарктического региона. Членами этого совета стали Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Комиссия европейских сообществ. Со стороны России в Баренц-регион входят Республика Карелия, Коми, Архангельская, Мурманская области и Ненецкий автономный округ. И вот со дня создания прошло 20 лет, как Архангельская область вписывается в эту компанию и что дает нам такое сотрудничество об этих делах прямо сейчас почетный консул в Норвегии в Архангельске Андрей Шалев. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Тамара. 20 лет прошло. Как же отмечают в Архангельске день рождения Баренц-региона? Ну, вообще весь этот год у нас все проекты, все события, которые будут происходить, они пройдут под флагом 20-летия Баренцева сотрудничества. И основные события мы отложили на вторую половину этого года, потому что первая часть этого года празднования 20-летия Баренцева сотрудничества прошли в Норвегии. Состоялась конференция в Киркенесе, потом был саммит, на котором присутствовали премьер-министры сотрудничающих государств. Но в Архангельске мы, естественно, намерены отметить юбилей. И в августе, в сентябре, в октябре у нас пройдут очень важные и интересные проекты. Вы сейчас подробно расскажете, а что все страны отмечают? Ну, в основном, конечно, отмечают 20-летие Баренцева сотрудничества, две ключевые страны, которые составляют хребет Баренцева сотрудничества, это Норвегия и Россия. Ну, в особенности Северная Норвегия и Северная Россия. Швеция и Финляндия также принимают активное участие, но у них нет таких наработанных механизмов, как у Норвегии и России. Дело в том, что в 1993 году, через полгода после создания Баренцева региона, единственная страна, которая учредила постоянный институт Баренцева сотрудничества, постоянно действующий, это была Норвегия. Ну, теперь подробнее, что же будет у нас в Архангельске осенью, насколько я понимаю, в сентябре? В сентябре, да. В сентябре мы постарались сконцентрировать основные события и проекты, которые у нас планово происходят в Архангельской области, сконцентрировать на одну неделю, которая связана с Маргаретинской ярмаркой. И в этой неделе у нас пройдет несколько очень любопытных проектов, в основном связанных с культурой, но также и с политикой. Мы задумали такое событие, которое назвали условно Баренц-кросс-роуд или Баренцев-перекресток, на котором сойдутся несколько проектов. Во-первых, это проект под названием Urban Camp, он сам по себе очень любопытен. Это первый норвежский фестиваль, который состоялся на российской земле. Он когда-то работал в норвежской губернии Нурланд, но потом главный продюсер этого фестиваля решил перенести ее в Россию. Первый такой фестиваль Urban Camp состоялся в прошлом году в Архангельске. А в чем заключается смысл? А смысл заключается в том, чтобы собрать на одной площадке профессиональных музыкантов, танцоров, хореографов и молодых непрофессиональных или молодых профессиональных творцов в этой сфере. То есть они проводят мастер-классы для молодежи, создают свои микроколлективы, микрогруппы, выступают с концертами и устраивают заключительный тур по территории, где проходит этот фестиваль. То есть в этом году, в сентябре, Urban Camp будет уже второй раз в Архангельске, и там будет представлено три основные направления. Это джазовая музыка, это хореография и танец, и что очень интересно для Архангельска, как мне кажется, это хор, то есть хоровое искусство. Но оно немножко встает на ноги уже, да, хоры. Да, но надо сказать, что в Норвегии хоровое искусство очень хорошо развито, нам есть чему получиться, а может быть и нам есть чему получить, наших норвежских партнеров. То есть из Нурланда приедет большой норвежский хор, составит 20 человек, с очень хорошо поставленным репертуаром, и они будут работать с молодыми ребятами, которым интересен этот вид искусства. Ну, будет джаз, будут джазовые музыканты. Из Норвегии только приедут? Из Норвегии и из разных территорий России. То есть мы думаем, что в этом событии примут участие, во-первых, наши муниципалитеты. Надеюсь, что мы, и в прошлом году уже была поддержка Министерства по делам молодежи Архангельской области, правительства Архангельской области. Но мы думаем, что приедут муниципалитеты и приедут, возможно, приедут люди из соседних наших областей. Короче говоря, они будут вместе работать, а после завершения этого фестиваля у них состоится тур по городам и весям Архангельской области. И мы намерены проехать с этим туром до Котлуса и Коряжма. Это важный такой шаг, когда область задействует. Ну да, надо сказать, что Котлус и Коряжма, крупный такой куст, неправильное слово куст, крупный центр Архангельской области, он незаслуженно остался как-то несколько забытым в Баренцевом сотрудничестве. Хотя там огромный потенциал, мы это очень хорошо знаем. И мы надеемся этим туром как-то придать импульс сотрудничеству, так же и в Южных. Это будет 21 сентября? Да, но это будет в ту неделю, на которой будет проходить Маргаритинская ярмарка. Но это не одно событие. Мы привезем сюда еще один очень интересный проект, новый для нас проект, но который мы рассматриваем в качестве модельного. То есть мы намерены его продолжать в будущем, в разном составе и другом, может быть, чуть-чуть формате. Мы привезем, вернее, сведем вместе норвежских и российских студентов, которые изучают визуальное искусство. То есть в этом проекте участвуют студенты и преподаватели Архангельского колледжа культуры и искусств и норвежского колледжа из города Кобелево, губерния Нурланд, который изучает визуальное искусство, дизайн и кино. То есть в начале наши студенты неделю проведут на Лафатенских островах в Норвегии, где проведут пленеры, мастер-классы, познакомиться с своими коллегами. Я думаю, да. А через неделю их, надеясь, что уже друзья, приедут сюда, в Архангельск, и здесь они проведут ряд акций. То есть вместе будут заниматься в мастер-классах, в разных частях города они проведут такие творческие лаборатории, будут писать на больших щитах, и тема обозначена такая очень важная для нас, как мне кажется. Есть у нас такой слоган «Чаще смотри на север». Это слова из стихотворения одного известного норвежского автора. То есть они подготовят такие большие живописные щиты на эту тематику и выставят в центре города в Дни Маргаритинской ярмарки. И мы хотим, чтобы студенты, которые изучают визуальное искусство и мастера, сошлись вместе с Урбан Кэмп, с джазменами, танцорами, артистами, хоровиками на одной площадке 21 сентября. А где будет площадка? Пока не буду раскрывать секрет, потому что мы еще ведем разговор на эту тему, но площадка очень интересная. И, наверное, это событие послужит такой презентационной карточкой. Губернаторы, наверное, съедутся? Ну, естественно, мы рассчитываем, что в этом году в Архангельс съедутся 4 губернатора. 3 губернатора из Северной Норвегии, Нурланд, Тромс и Финнмарк, ну и, естественно, наш Игорь Анатольевич. Я знаю, что наше областное правительство также готовит целую программу для норвежских губернаторов. Кроме того, приедет сюда в Архангельск в сентябре кинофестиваль из города Тромс, который проведет презентацию своих фильмов, и будет еще очень много интересного. Почетное консульство Норвегии в Архангельске открылось 3 года назад, в 2010 году. Было в меру так торжественно, душевно. В сентябре у вас тоже юбилей 3 года, правильно? Ну, если можно назвать 3 года юбилеем, то, наверное, да. День рождения, хорошо. Но Норвегия дружит с Архангелогородцами уже давно. И у нас здесь было генеральное консульство, правильно? У него очень своя богатая история. Вот несколько слов об этом. Да, история богатая. То есть генеральное консульство Норвегии... И печальное. Немножко печальное. Генеральное консульство было открыто в 1814 году по одной из версий. То есть это было первое представительство дипломатического иностранного государства в Архангельске. Это было консульство Норвегии и Швеции. Швеция и Норвегия, потому что Норвегия входила в состав Шведской унии. И, собственно, закрылось оно тоже последним из всех иностранных представительств в России, в Советском Союзе даже, не только в Архангельске. Может быть, не все знают, но в Архангельске в то время до революции было 5 или 6 генеральных консульств. И приличное количество наших архангельских купцов, предпринимателей, имели статус почетных консулов иностранных государств. Сейчас пока в Архангельске только одно почетное консульство. То есть вот норвежцы и мы тоже, да, мы воспринимаем открытие почетного консульства в Архангельске как возобновление деятельности того генерального консульства, которое при немного печальных обстоятельствах было закрыто в 1938 году. В 1938 году последний генеральный консул Норвегии в Архангельске, его звали Арнольд Виклюнд, вместе со своей семьей, а у него была русская жена Вера Аронова и двумя детьми, на пароходе покинул Архангельск и долгое время жил в Осло со своей семьей. Ну, хорошо, что его не арестовали, вы так сдержанно об этом говорите. У него была дипломатическая неприкосновенность, но дело Арнольда Виклюнда, оно было достаточно громким. Это оно началось в ноябре 1937 года. Как иностранного шпиона, наверное. Да, как шпиона Великобритании, как ни странно. По всей стране тогда шел процесс закрытия иностранных представительств, и норвежское консульство в Архангельске было едва ли не последним, которое было закрыто. Оно где было в Архангельске? Оно было на улице Финляндской, это улица Попова. То есть сохранились рисунки, фотографии. Это было достаточно красивое здание. Что-то осталось от того консульства? От здания ничего не осталось. Остались некоторые материальные слипы. Ну, во-первых, сохранился шикарный, совершенно прекрасный мебельный гарнитур из карельской березы. В очень хорошем состоянии. Он сейчас находится в посольстве Норвегии, в Москве. Опять мимо Архангельска прошло? Ну, нужно было эвакуировать имущество, да, и вот удалось только этот мебельный гарнитур вывезти. Но те люди, которые бывают в посольстве, они, там этот гарнитур находится на почетном месте. И его всегда посол Норвегии, всегда показывает посетителям. Что из Архангельска? Да, да, из Архангельска. Я знаю... Но в Архангельске сохранилось еще много материальных следов. То есть некоторые жители Архангельска хранят, например, стулья, да, или из генерального консульства. Или там не так давно мне позвонил человек, который сохранил пишущую машинку из генерального консульства Норвегии. В музее Тралфлота хранится большой дубовый стол и два кресла из генерального. Вы собрать все это не хотите в одном месте? Ну, мы хотели бы, конечно, собрать, да, но, в общем, это имущество сейчас принадлежит другим людям и организациям. Но хотелось бы выставить вот хотя бы этот стол, да, с которым связана тоже своя история, выставить в музее, строить такой уголок. Если нам Тралфлот передаст, то мы были бы очень рады. Я знаю, что родственники вот последнего нашего генерального консула в Архангельске тоже сюда приезжают, да? Да, я уже сказал, что генеральный консул последний уехал в Норвегию, в Осло, да, слава богу, он прожил долгую жизнь, он увез с собой свою русскую семью. И они, что очень удивительно, сохранили память об Архангельске. Хорошую? Очень хорошую память. Несмотря на то, что его отсюда выгнали. Очень хорошую память. У них сохранился личный архив Виклюнда с множеством фотографий, всяких старинных вещичек, очень забавных и интересных. И внук Арнольда Виклюнда, его зовут Виктор Родвиг, он несколько раз приезжал в Архангельск. Он был на открытии почетного консульства со своим сыном, это уже правнук Виклюнда. И сейчас он работает над книгой, посвященной истории генерального консульства и самого Арнольда Виклюнда. Надеюсь, что эта книга скоро будет закончена. Ну а теперь о вашей работе сегодня. Вот что сейчас является предметом вашего внимания, на чем концентрируетесь? У нас всегда предметом нашего влияния является поддержание как можно более тесных связей между Норвегией и Архангельской области. Ну это в общем, да. В общем. Конечно, нам бы хотелось, помимо различного рода культурных, образовательных, научных проектов, которые мы поддерживаем и которыми мы гордимся, нам бы хотелось, чтобы было больше бизнес-контактов. Чтобы норвежский бизнес пришел сюда, в Архангельскую область. Он представлен пока, в общем, незначительно здесь. Норвежский бизнес больше дружит с Мурманском? Норвежский бизнес пришел в Мурманск более активно, чем в Архангельск. Это было связано, естественно, во-первых, с приграничным положением Мурманска. Там до Норвегии, до границы с Норвегией 200 километров. А во-вторых, с ожиданиями штокмановского проекта. Но Архангельск исторически связан с Норвегией. Не секрет, что значительная часть поморских торговцев, купцов, они жили за счет торговли с Северной Норвегией, за счет миновой торговли. Это получило название процесс «Поморская торговля». Мы везли туда свой хлеб, утварь, различного рода металла и так далее. И оттуда привозили рыбу. Архангельск был такими воротами для норвежской рыбы. Эти исторические связи сохранились не только у нас, но и в Северной Норвегии. И вот старожилы норвежские, они очень хорошо помнят, что Северная Норвегия, она тоже жила за счет торговли, именно с Архангельском. А человеческая память, как оказывается, она очень сильна. И вот в Северной Норвегии, например, в городе по братьями Варди существует Поморский музей, который создавался, кстати, при участии музея Малая Карелла. Экспозицию создавали. Так что вот эти культурные связи, духовные, можно сказать, связи, человеческая память, да, они играют очень большую роль. Но сейчас вот работа направлена больше на студентов. Это культурные обмены, образовательные обмены. Нет, ну не то чтобы, конечно, нам хотелось бы, и мы работаем над этим, чтобы в фокусе Баренцевого сотрудничества была молодежь. Уже появился такой термин, да, как Баренцевого поколения, Баренцевого поколения, то есть люди, которые выросли в совершенно новых условиях. Люди, для которых государственная граница, да, не является там непреодолимой. То есть визовые проблемы, проблемы обучения, работы даже там в соседних странах для них не является непреодолимой преградой какой-то. Да, у них другой совершенно менталитет, чем у нас, вот советских людей, которые были воспитаны в Советском Союзе. Но, конечно, образовательные проекты, университетские проекты, они превалируют сейчас. Русских студентов достаточно много едет в Норвегию, учится, да? Да, приличное количество. То есть русские студенты сейчас в университетах Норвегии, они были на первом месте в прошлом году, я не знаю, как в этом году. То есть по количеству иностранных студентов русские студенты вышли на первое место в Норвегию. И норвежские студенты приезжают учиться к нам. И русских живет достаточно много в Норвегии. По сравнению с другими национальностями, гражданами других стран, русских, в общем, не так уж много. Их не тысячи, не десятки тысяч, конечно. Но сотни. А почему иммигрируют причины основные? Почему иммигрируют? Норвегия очень благополучная страна, во-первых. По всем рейтингам это одна из самых благополучных стран в мире. И самая дорогая. А во-вторых, у нас, у северян есть много общего. Общий менталитет северных, у жителей северов, скажем так. И русским очень комфортно, там северная Норвегия, в Норвегии вообще. А сколько у нас живет норвежцев? Постоянно у нас не живет норвежцев. К нам приезжают студенты, к нам приезжает очень много участников проектов, которые живут здесь неделями, месяцами. Некоторые студенты живут семестры, два семестра. Но на постоянной основе сейчас никто не живет. У нас есть шесть предприятий с участием норвежского капитала. Что, в общем, неплохо на самом деле. Потому что у нас в Архангельске вообще немного предприятий с участием иностранного капитала. Но я думаю, что с учетом того, что мы соседи, этих предприятий могло бы быть больше. И вот когда открывалось консульство, например, норвежцы провели очень интересное исследование, я могу с ним поделиться, об инвестиционном климате Архангельской области. Это исследование проводил очень серьезный ученый, специалист, эксперт. Норвежский. И результатом, выводом его главным было то, что инвестиционный климат в Архангельской области, он, в общем, весьма и весьма привлекателен даже по сравнению с другими территориями Северной России. То есть потенциал есть. Потенциал есть. Нет опыта. Нам нужно бы хотя бы несколько историй успеха после нескольких историй неуспеха. Такие тоже были. Но бюрократическая машина меня мешает. Бюрократическая машина – это общая проблема. Да, не сходство все-таки ментальное, способов ведения бизнеса. То есть открыть бизнес в России и вообще открыть иностранное представительство в России необычайно сложно. Требуется огромное количество согласований. А норвежский турист сюда активно едет? Норвежский турист сюда едет активно. А что привлекает в Архангельске? Ну, наша главная достопримечательность, простите меня за банальную фразу, это Соловецкий архипелаг. То есть это не наша выдумка. Для всех норвежцев Соловки является жемчужиной. Не только для норвежцев. То есть если мы будем использовать этот бренд, который стал международным, должным образом, то он будет очень привлекательным. Иностранных туристов и норвежских в том числе привлекает наша культура. То есть Норвегия страна молодая, в отличие от России. То есть вот старая русская культура, она является необычайно привлекательной. Кенозерия, Каргополье, Пенежье, Мезенский район, старые русские деревни. От иностранцев мы всегда ждем денег и финансирования, особенно то, что касается Баренц-региона. Нам кажется, что все проекты должны наши поддерживаться. Каким образом написать проект и какие проекты поддерживает Баренц-регион? Уже время то прошло. 90-е годы это действительно было время, когда мы все ждали и жили. Баренцевое сотрудничество жило за счет грантов со стороны Баренцевой секретариата и других структур. Сейчас это время прошло. То есть, конечно, в Баренцевом секретарите сохранился этот грантовый фонд, из которого поддерживаются норвежско-российские совместные проекты. Это очень важное условие, что в каждом из проектов, которые мы поддержим, должно быть как минимум два партнера с норвежской и с российской стороны. Ни один партнер по отдельности поддержку нашей получить не может. Этот грантовый фонд сохранился. На территории Архангельской области каждый год реализуется порядка 50-70 совместных проектов. Это немаленькая цифра. И доля российских партнеров постоянно растет. То есть, доля грантов Баренцевого секретариата в общем бюджете проектов составляет не более 25%. Все остальное – это вклад, который привлекают российские участники, норвежские партнеры в эти проекты. Поэтому сейчас уместно уже говорить о равноправном сотрудничестве, когда обе стороны вкладывают примерно паритетное количество средств. То есть, 60% всех проектов, которые у нас проходят в области, это проекты, связанные с культурой и с образованием, с высшим образованием в первую очередь. Политикой не занимаетесь? Политикой мы не занимаемся, к счастью. Но есть проекты, связанные с молодежью. Трудно, конечно, вычленить из культурных проектов молодежные проекты. То, что молодежь занимается всем – и экологией, и культурой, и образованием. То есть, она везде, во всех проектах у нас присутствует. У нас есть проекты, связанные с коренными народами, но они в основном работают на территории Ненинского автономного округа. Порядка 10-12 проектов каждый год. У нас есть проекты, связанные с различного рода контактами между экологами, между историками, между профессионалами в области политики. Если к вам придет желающий написать такой грант, вы проконсультируете? Проект. Естественно. Мы для этого, собственно, и созданы были. То есть, мы стараемся проходить с заявителями весь путь, начиная от проектной идеи до получения гранта. А если необходимо, то и на стадии осуществления проекта мы тоже оказываем организационную поддержку и деятельность. Ну, и еще, наверное, к вам приходят очень часто в вашем небольшом помещении, конечно, за получением виз. Что это уже, наверное, достаточно популярно становится, норвежская виза. И я еще читала о безвизовом режиме на 72 часа. Вот, безвизовый режим на 72 часа, он связан с круизным туризмом. То есть, мы не касаемся. То есть, если говорить о визовых вопросах, то действительно так. Почетному консульству Норвегии в Архангельске было дано право работать с визовыми делами. То есть, мы принимаем заявления от граждан Архангельской области, Менецкого автономного округа. То есть, у нас есть некие привилегии. Да, у нас есть некоторые привилегии, и отдаем паспорта с проставленной визой обратно. Норвежцы пошли на очень благожелательный по отношению к нам шаг. Они ввели категорию, так называемые, поморские визы, которые не требуют приглашения с норвежской стороны. И она распространяется только на жителей Архангельской и Мурманской областей. И при первом посещении нашего консульства, при первом обращении в нашу консульство, человек, если он проживает у нас, может получить годовую многократную визу. Норвежскую, шенгенскую, полноценную визу. Вы достаточно быстро еще справляетесь с этой задачей. Да, то есть, весь процесс занимает не более двух-трех недель. А то и меньше. И, наверное, несколько вопросов в конце программы. Любимые ваши места в Норвегии? Трудно сказать, но мне очень нравятся Лафатенские острова. Это, собственно, одна из икон Норвегии. Очень любопытное место. Разумеется, мне нравится и Финнмарк, и Тромс, губернии, где совершенно иные ландшафты, не такие, как в Архангельской области. Имеет что посмотреть. А куда вы ведете норвегов, прежде всего, когда они прибывают к Архангельску? Вот к вам приехали первый раз. Для наших норвежских друзей и партнеров очень привлекательный Архангельск. То есть, по мнению всех людей, с которыми я разговаривал, в Архангельске можно создать очень хороший тур продуктов, так называемый. То есть, у нас хорошие музеи, которым есть что показать. Вы куда, прежде всего, ведете? Что показываете? В гостиный двор, в музей изобразительных искусств, где прекрасная коллекция икон, в музей художественного освоения Арктики, в Малые Карелы, разумеется. Мы вводим на джазовые концерты, на выступления народных коллективов, с Угревушка, с Уземья, то есть, аутентичные народные. У них не останавливается взгляд на наших разбитых дорогах? Это мы зациклены на это. На самом деле, это не такая большая проблема. То есть, соединить достопримечательности Архангельска нормальными дорогами, это хотя бы главные точки, и снабдить их необходимой инфраструктурой, это не такая сложная задача. У нас хорошие гостиницы сейчас, у нас хорошие конференц-залы, где можно проводить большие, крупные симпозиумы. Наконец, у нас люди очень хорошие, отзывчивые, добрые, квалифицированные. У нас большое количество людей, которые знают иностранные языки, норвежский язык в том числе. То есть, у нас все очень неплохо в Архангельской области. Спасибо большое, Андрей. Это был Андрей Шалев, почетный консул Норвегии в Архангельске. Автор концепции, как его называют отец баринц-региона, Торвальд Столтенберг, называет это сообщество человеческой кооперацией. А развитие такой человеческой кооперации, по его словам, это лучший путь для формирования политики международного согласия. Не к этому ли мы стремимся? Вот такие дела. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова